Могу ли я сказать, что эта машина говно? Ни в коем, сука, случае. Ни в коем случае. Куда-то побывал отверстия. А ну куда? Смотри, просто улетает, смотри. Никогда не покупайте это сараное дешевое говно. Не покупайте. Смотри, у него труба внизу висит. По 750 сил Audi Q3 RS. Офигеть. Ногчи, брат мой. Основной вопрос этого теста, стоит ли переплачивать 15 миллионов за УРУС? Божественная интеграция. Я как-то вам рассказывал про ребят Автодеск. И я говорил вам, что какой бы кризис ни было, что бы ни происходило, они все равно будут привозить тач. И они все равно это делают. Ёпта, не туда встал. Эти все тачки находятся в Москве. И они все равно их везут. Помимо этого, они везут еще и запчасти. Поэтому, если ты хочешь недорогую американскую тачку с аукциона, где-то может быть немного биту, Автодеск с огромным удовольствием тебе ее привезет. На самом деле, сегодня это максимально бюджетный автомобиль, который классно выглядит. Очень многие это любят. Нет, это хуйня. Да не хуйня, чувак. Ну реально, они за эти бабки нормально выглядят. Некоторые мне говорили, а как они будут везти? Как они это будут делать? Все равно делают, все равно везут. И удовлетворяют потребности всех клиентов. Обращайтесь в Автодеск. Здесь конкретные ребята и конкретные тачки. Сегодня, дорогой мой друг, я хотел бы тебе поведать про автомобиль, который не купит человек, который хочет много пафоса. Который не хочет Бентли за то, что слишком много понтов. Который не хочет Ламборгини Урус, потому что это бревно не стоит этих денег. Который не хочет купить BMW X5M, потому что их очень много на улицах. И их 6M. Который хотел бы подчеркнуть свою индивидуальность, свой необычный вкус. Но он хотел бы, чтобы этот автомобиль был европейский. А еще он любит поддать газку после того, как отвез либо жену до работы, либо ребенка в детский сад. Это Аудио РСУ-8. И про нее я сегодня буду рассказывать. Усаживайтесь поудобнее и начнем. Так, ну типа мы настроили. А, тут подъем. Вот эта машина классно себя ведет. И не такая жесткая, как X5M. Потому что здесь другая, более умная, я считаю. Ну, типа она не так жестко по спортивному настроена. Подвеска как у X5M. Соответственно, я выбираю режим RS2. Вот, режим E1. И, соответственно, начинаю куда-то двигаться на ней. И, соответственно, зачем я взял Ауди и решил ее снять? Мы до этого ведь сняли вот это. И мы, кстати, именно на той Ауди заезжали на встречу, где я объяснял гражданину про петушиные поступки. Здравствуйте. Здравствуйте. Где петушок? Завите петушка. Он будет в компоненте. Так, так, так. Дело в том, что крайние два года у компании Ауди достаточно большие проблемы. Проблемы в маркетинге, в бюджете, в финансировании, во всем. Именно поэтому RS6 у нас появилась, мне кажется, как в Африке, у самых последних. Потому что она уже давным-давно везде продавалась. Она уже везде была. А у нас ее не было вообще. Пока не прошли сертификацию, пока они все это дело оформили. И вот только сейчас на официальном сайте, буквально там относительно, недавно, может там в конце прошлого лета появилась эта машина. Кто эти машины, все Ауди, вот эти новые RS-ки в моих глазах? В моих глазах это все один и тот же автомобиль. Смотрите. Ауди RS6, Ауди RS7 и Ауди RS-Q8. Посмотрите на технические характеристики. разница в разгонной динамике от нуля до ста это разница просто веса этого автомобиля. Вот по сути тут одна база, тут другая, но механическая часть вся одна и та же. Это такая же история, как у Цэшки 63-й. Давно-давно, много лет назад, когда был атмосферный мотор 63-й, они этот мотор пихали везде. Кстати, даже в Гелике была очень маленькая партия Геликов 63-х. и один из них я чуть не купил. Это машины были как раз Гелике 63-й с атмосферным мотором. И они этот атмосферный мотор 63-й пихали везде. И в Цэшку, и в Ешку, и в R-класс даже они засунули. Здесь история гораздо круче. По сути, тот двигатель, который здесь стоит, это тот же самый двигатель, который стоял и стоит на Бентли в большом количестве комплектаций. и у Флайнс Пура этот мотор стоит, и у Купешки этот мотор стоит, и у Каена этот мотор стоит, и у Турбового Каена, и у Гибридного Каена. Это все один и тот же, без сомнений, легендарного и, я считаю, одного из самых крепких V8 от немцев. Потому что именно этот четырехлитровый двигатель можно дунуть до косаря на стоковом железе. Для обычных людей объясняю. Здесь 600 лошадиных сил и 4 литра двигателя. Вот этот двигатель можно дунуть на тысячу лошадиных сил, при этом по факту не усиливая железо самого мотора. Мотор очень крепкий. Одни умельцы в Германии на ИР-6 думали вот так, что машина начала показывать. Вот такие цифры. Этот же двигатель в Интайге. Ну и так далее. Короче, ВАК. Этот мотор пихает везде. Куда-то побывала теперь. Смотри, на скорости 98 километров в час. Машину настолько сильно швыряет. Смотри. Прямо прям носит ее. Это мы в рамках правил дорожного движения едем. Смотрите, знак 90, значит, 110 мы тут можем идти. Мы идем 86. Как будто участвовал в каких-то гонках. Не совсем уверен на себя эта машина ведет по вот такому покрытию. Потому что резина здесь стоит. Ханкук. Единственный плюс, наверное, в этом ханкуке это то, что он дешевый. Но вы должны понимать, есть вещи, на которых действительно можно экономить, но на резине экономить нельзя. Поверьте моему опыту, пожалуйста. Никогда не покупайте это сраное дешевое говно. Не покупайте. Потому что даже технически хороший автомобиль может привести вас в беду, если у вас стоит говнорезин. честно говоря, на Аурусе более стильно. На Аурусе более красиво все, потому что я там больше заплатил. Но стоит ли? Основной вопрос этого теста стоит ли переплачивать 15 миллионов за Аурус? Нет. Ты еще раз говорил нет. Урус говно. Говно за эти деньги. Он говно только из-за того, что он столько стоит. И так выглядит. Но это уже от себя цена. Сейчас мы заедем в Ламбар и поинтересуемся по комплектации и по стоимости Ламборгини Урус. По сути старшего брата нашей Ауди RS Q8. Здравствуйте. работаете? Да, конечно. Приятно, Маша. Вот это выставка для проблем. Нам не принципиально, но вообще вы должны отсюда выгнуть, потому что у вас общественное место и лицензию, которую ваша компания получала на продажу здесь автомобиля подразумевает, что у вас общественное место. В любом общественном месте, неважно это метро или еще что-то, кроме специфика в Российской Федерации, абсолютно свободная съемка, потому что здесь общественное место. Если они не общественное место, оно должно быть полностью закрыто и получать другую лицензию на другой род деятельности. Но мы не будем показывать. Спасибо. Да, хорошо. Так а что они номера-то не снимут? Сняли бы номера и все. Вот к разговору о Ламборгини. Здесь была история, когда быдлили с нами сотрудники. Заехал на Рублевке в Ламборгини, начал разговаривать с девушкой, она поговорила со мной две минуты, зашел еще клиент, и она просто развернулась и ушла. Вот такое отношение у компании Ламборгини. Здесь была история, когда быдлили некорректно разговаривали с тем же самым инфо-цыганом нашим другом Дмитрием, который тут покупал машину. Представьте философию, да? Машина стоит 200, 300, 400, 500 тысяч долларов. Приходит человек, покупатель, любой, и здесь нужно подождать 15-20 минут, езжай, сколько нужно, для того, чтобы вышел великий менеджер, который вам должен что-то рассказать. Он должен постойки смирно стоять на входе и ждать, когда придет клиент, купить, чтобы рассказать ему все про любую продукцию. Но я так понимаю, что здесь по-другому думают. О, что-то посмотрел. А это 163 тысячи рублей, шторки стоят на Уру. Ну вот, в принципе, то, что нам надо. То есть, смотри, Уру стоит от 19, 500. Это бомж. Они пишут 3, 6, а наши типа едет 3, 8. Переплата просто за цвет. Зеленый металлик 1, 800. Видите, 1,3 например, белый перламутр. То есть, просто отдельно за то, чтобы тебе сделали другой цвет, нужно заплатить 1,3 миллиона. Вы что, из кокаина это делаете? Я не понимаю. Тормозные суппорта серебристые, 125 тысяч рублей. Вот, кстати, для сравнения, покраска BMW, причем она вообще не хуже, там, ну, в среднем, та же самая м8, если говорить, то у м8 там максимальная цифра 700, а в среднем где-то 300 тысяч рублей покраска. А у ламборгини они просят 125 тысяч рублей, просто чтобы у вас суппорта были либо черные, либо желтые, либо оранжевые. секундомер идет у нас, сколько вот мы времени ждем величайшего специалиста. Он с Италией летит. Вот я смотрю на салон на ламбе, по сути, вот эта панель чуть-чуть другой формы, потому что тут она более плоская, а здесь они срезают. Здесь вот эта вот штука, все, а все остальное это по сути одинаковое. Посмотри, и панель также стоит, и здесь же температура такая же, ровно такая же, как на ауди, и топ, вообще все одно и то же. Кнопочки просто другой формы. То есть, ну, где переплата в два раза, с чего она? То есть, если бы машину можно было купить вот реально за 19 500, но тебе ее просто никто не продаст. Мы же говорим про объективный цифр, с секундомера все идет, да? Вот, есть вот такие брошюрки, в которых написано 19 миллионов 500, ну, типа от, да, 19 500. А реальность нам показывает стоимость 32 миллиона, 990 тысяч рублей, 21 года новая машина. То есть, представляете, почти 33 миллиона рублей. И вот человек, который пришел машину покупать за 33 миллиона рублей, должен сидеть, ждать у великого специалиста, который должен ему спуститься с небес, с итальянских, скорее всего, и рассказать супермашина. Это значит, знаешь, это вот, ну, какое-то обычное. У нас их много в России хороших обычаев. Здравствуйте. константы, подскажите нам, Что конкретно интересует? Ну, изначально, кто вы, как вас зовут? Татьяна. Татьяна, мы уже сделаем продажу. Отлично. Татьяна, подскажите нам, пожалуйста. Мы более глубоко пытаемся для себя понять, в связи с тем, что есть автомобиль Audi RS Q8, и есть этот автомобиль, они фактически одинаковые, у них одинаковые двигатели с разным программным обеспечением, одинаковые коробки передач, привода, редуктора. И мы пытаемся понять, почему одна стоит 15, а вторая стоит 30, то есть практически в два раза. Ну, вот вы говорите, что в районе 25, ну, это, наверное, у вас, да, то есть и по таким деньгам я вряд ли куплю, потому что их уже нет. То есть это была цена 25. Да. Была цена. А сегодня объективности рынок нам показывает там с перекупщиками, неважно, 30. Да. Абсолютно верно. Ну, смотрите, по поводу вы ездили, отодерев проводили на Audi и урусе? Да. То есть, ну, вы разница, то есть не увидели в динамике, в технических каких-то характеристиках, то есть, ну, в любом случае уруса есть, естественно, схожесть, потому что мы относимся к группе Volkswagen на Audi групп, да, и в этом нет ничего, кстати, плохого. Во-первых, дизайн, да, там, Италия, там, все красиво, изящная машина, но, грубо говоря, вся техническая составляющая, то все равно все уже нет, ну, немцы сделали. Платформа, да, у них стоит одна у Audi, Porsche, Bentley, но машинка, прошивка, грубо говоря, самого автомобиля, она абсолютно другая, а другие заточки у машины, чем у Audi, и у Porsche, и там, ну, смотрите, у этой линейки. Карбонно-керамическая тормозная система у автомобиля у Lamborghini на данном автомобиле, она имеет передние диски диаметром 440 мм. Это один из самых больших тормозных дисков вообще в природе в автомобилестроении. Но даже этого ему иногда не хватает, они просто начинают гореть. Это происходит с керамикой, если вы проезжаете буквально 5-7 км. В принципе, за определенную денежку на Audi сделают то же самое. Двигатели, они абсолютно идентичны, и за программное обеспечение переплачивают 15 млн. Мы просто пытаемся для себя ответить, почему такая большая разница. Просто за программное обеспечение дизайна и бренд, окей, понятно, что это бренд другой, понятно, что покрасивее, поинтереснее салон, спора нет. Там, внешне, это как бы кому-то нравится, кому-то не нравится, тут сложно уже судить. Но тут вопрос не только базы, они по сути идентичны эти автомобили, понимаете? двигатель, все то же самое. Да, программное обеспечение другое, да, чуть-чуть там по-другому работают турбины, да, по-другому такая разница в цене, но даже при этом, я так понимаю, автомобили Lamborghini УРУС пользуются феноменальным успехом. Поехали в Ауди? Ну, после разговора с этой милой девушкой стало понятно, что по вопросам надежности, наверное, Lamborghini УРУС это один из самых надежных автомобилей во всей линейке Lamborghini, это понятно, потому что, потому что это одно и то же. Итак, если вы хотите купить Lamborghini, вы должны заплатить порядка 30 миллионов рублей и еще подождать один год, а если вы хотите переплатить и купить сегодня, вы должны заплатить там 33, а скорее всего летом и все 35. Поехали узнаем, какая ситуация у Ауди. Мы сейчас познакомились с машиной RS-8. Веселая, классная тачка. Почему-то у нас в голове что она стоит 15-16 миллионов рублей. Но мы можем ошибаться, мы не понимаем, мы хотим понять. Вот УРУС, например, Lamborghini, мы сейчас посмотрели, он стоит 30-32-33 миллиона рублей и нужно отдать деньги и ждать целый год. Вот я, например, считаю, что нет смысла покупать УРУС, но это мое мнение, что лучше купить RS-8 и кайфовать на ней, она в два раза дешевле. Но мы подходим, смотрим, например, 12 миллионов стоит трехлитровая, да? причем вот если посмотреть салон RS-8 и вот этот, мне, например, вот этот более приятный. Ну, не знаю, то есть какого-то великого отличия, знаете, я там особо не вижу. Ну, может быть, там по комплектации, окей. Я что хочу понять? Я хочу, чтобы вы посмотрели и сказали, вот сколько будет стоить от и до? Ну, то есть самая техническая часть там буквально. Больших изменений у RS-8 внешних не будет от трехлитрового дизельного. То есть плюс-минус внешние сваи, наделка карбон по выбору, колесные диски до 23 дюйма. Конечно, главное, это все техническая часть. Ну, и в салоне это будет опять же ковшеобразные сиденья с ярко-выражной боковой поддержкой и отделка опять карбона. Соответственно, есть... У меня вопрос. Карбон и керамику можно поставить в комплектацию? Сколько стоит? Примерно. Миллион там... Миллион 650 тысяч рублей. Меньше чем миллион? Меньше чем миллион. Так. Ну, и также к нему добавят пакет RS-plus, например, чтобы скорость максимально развязать, увеличить, да, задний спортивный дифференциал. Соответственно, Audi это конфигуратор, то есть есть базовая стоимость, есть наборные опции. Можно конфигурировать. В среднем базовая цена еще за прошлый год цены сейчас ждем с изменениями. Начиналось от 10,5 миллионов. RS-ку 8? RS-ку 8. От 10? От 10,5. Так. От 10. Хорошо. Ну, то есть максимально жирная сколько? 16? Если мы не будем с вами затрагивать Audi эксклюзив, а это плюс за цвет отдавать полмиллиона, за выбор цвета в салоне, то это где-то на 3,5 миллиона опций. 3,5 и 4. То есть в 14 миллионов можно было... Ну, сейчас будет, наверное, чуть подороже, да? Сейчас будет изменение цен, и второй момент, в принципе, да, можно заказать, то, что в наличии, скорее всего, просто у дилеров, это с другим измененным ценником. то есть сейчас ни для кого... типа все продают дороже. Хорошо. Хорошо. Вот что рынок диктует? Вот сегодня полную машину купить. 21-го года производства. Такую, наверное, уже не найти. Я знаю, у нас есть RS6, RS8. Ну, хотя бы цену, ну, понимание. 15-16 миллионов. То есть, в принципе, я правильно понимаю, 14-15-16, вот ее цена. То есть, в 15-16 миллионов это у нас будет с карбонокерамикой, скорее всего, да? Вот такой автомобиль, да, вы оцените. Супер. Супер. Все. Ну, в ламбардине, это же, так же и история автомобиля, за это он... Понятно, ну, просто не в два раза можешь понять? Ну, просто вот в два раза. Ну, 33 и 16, это же разные вещи. Согласен. Но это же разные деньги. Да, я бы понял, чтобы как бы какая-то разница была более серьезная, но ее нет. Первый 4-литровый битурбовый мотор появился именно на Audi. Двигатель был 4,2, потом он доработался, стал 4-литровый битурбовый на RS6 во втором поколении. Все. Получается, значит, этот мотор, по сути, идет и имеет историю в чистом виде Audi. Хотя, так как это общий бренд, есть очень прослеживается веселое начало, потому что все-таки это все Volkswagen Group. В Audi, например, есть элемент, с брендом Lamborghini. А, да ладно. А что это такое? Это детская заглушка? Это заглушка изофикс. Слушай, реально, смотри, я них знал. И это трехлитровая машина. А сейчас я еду навстречу со своими дорогими старыми друзьями, любителя американских и европейских автомобилей. Она любит американские машины, а он любит европейские. И у него сейчас, например, Audi S8, плюс которая, и еще у него есть маленькое зло, то ли 600, то ли 700 сильное. Ну, просто супер зло. Сейчас я вам ее покажу. По-моему, это, блядь, все-таки Q3. РС панутая маленькая тварь. Просто, блядь, панутая. Вот, это ж Q3. Это не Q5. Смотри, у нее труба, блядь, внизу висит. Вот оно оно зло. РС Q3. Ногчи, брат мой. Где гоночный герек? Гоночный герек в сервисе. Все, умер. Да. Ногчи нельзя показывать. Да ты сейчас скажи нормально. Хорошо, ты не хочешь себя, чтобы тебя показывали. Легкий. Просто за кадром, вот так, вот скажи мне голос. Сколько лошадиных сил? Сейчас поедем на 580. А вообще? 850. 850 сил ауди 3 РС? Мы что, психи вдвоем? Какая динамика 0100? Когда супер зацеп, когда все отлично? Слушай, ну по идее она вот прям супер зацеп, если как там типа быкова, она по-любому из трех поедет, а так там 3 с копейкой. Из трех она выходит? Должна, ну мы еще не мерили после постройки, еще нет. И салон на месте? Она еще к тому же тяжелая, потому что она еще закатана в дополнительную алькантару, у нее шумка проложена еще дополнительно. Можно одну просьбу? А уже понятно, что конечно же будет поражение. Ну конечно же. Ну они почти в равных условиях, только разница в весе. И тут основное отличие, что здесь квадро полноценное, а здесь ущербная муфта халбекс, которая преимущественно на переднем приводе едет. Здесь четко едет машина четырьмя колеса погребет, потому что это квадро настоящая. А здесь а ты как владелец еще ауди с 8 плюс говоришь квадро настоящая. А здесь нет. Слушай, давай только к 20. Если такое увидел, все. Я даже к 20 могу не подойти, потому что у тебя резина хорошая, а у меня сраный ханкук. Ханкук. Да что там? Сейчас мы проиграем больше. Твой сейчас выиграет и все. Ну просто ауди РС 3 850 сил. просто фантастика. А ну куда? Смотри, просто улетает. Смотри. Смотри, смотри. Офигеть. Это 580 сил так уезжает от нас. Я хочу такую машину. Не представляю тебя на кутри. Масика такая. Ты кажется прикольная. Сейчас будем пытаться. Смотри. Сейчас будет 3 метра. Ну давай. Давай плачь теперь ручки. Да ну да. Да нет шансов. Да нет шансов. Унижен. Не возможно. Просто шансов не остались. Нам просто улетать. Сейчас попробую на второй сигнал у него обмануть его чуть поехать пора. Это я просто шансов других нет вариантов понимаешь. Ну давай обмани. Да я попытаюсь обмануть как-нибудь. встать справа. Сука давай я же раньше нашел. Сука давай ну ну да нет сейчас я буду всегда сейчас мы прямое вынем у меня есть вариант всегда буду я это единственный шанс ну то есть ну как бы я просто посигналил я никуда не поехал еще он знает что я задумал понимаешь я отвечаю он знает что я задумал и поэтому я два раза бибикнул он уже газу дал он понял что сейчас будет я сигналю я сигналю ладно а 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 понятно ну мы держались ну мы хоть были чуть-чуть ну а он понял что происходит вот давай вот здесь вот здесь нормально будет тут точно давай я в тебе верю а а а а а а а а а я последний только заезд решил с тобой с третьей передачи поехать до этого все время четвертый ехал потому что нереально ее сразу трекшн она клюет и не едет я только потом начинаю уезжать там не ну понятно а знаешь я просто для себя задал вопрос когда ехал на этой машине я понял что люди которые покупают audi это хорошие культурные юристы которые не такие беспредельные как владельцы бмв и x5m он более жесткий более агрессивный ну не намного но поагрессивней а эта машина больше для жизни подходит она комфортно она мягкая понимаешь по факту она по факту урос на который стоит 30 миллиона вот но я подумал я почему вспомнил про твою машину во первых ты фанат audi ты их любишь а второе подумал а чтобы я купил из audi такой типы небольшой джипчик и чтоб наваливать и тут я вспомнил твое зло а летом очень хочется с тобой где-нибудь встретить не смогу ли да я что-нибудь придумаю на семерке бмв на 1200 лошадиных сил 1400 крутящий момент и стартануть километров со 120 миссия мне с вами было очень приятно иметь дело и видится спасибо большое поехали дальше едем сейчас за золотым x5m я вижу у него наклейку сзади кстати эту наклейку можно купить за 150 тысяч рублей а можно приехать в офицеров воспользоваться какой-то услугой вам такую наклейку такой шильдик подарит так вот на эту машину она мне не понравилась как бы вот типа вот люкса космос я ее хочу нет я не хочу могу ли я сказать что эта машина говно ни в коем сука случай ни в коем случае потому что потому что него а если так то какой что мне нужно клеить д3 сердечком что мне машина понравилась или д3 без сердечек я думаю д3 с сердечком будем благосклонны к ауди да и фанатам ауди погнали а еще я подумал я вам сейчас в тесте говорил такую вещь что вот кто-то из людей наверное хотел бы подчеркнуть свою индивидуальность и выбрать ауди rs вместо того чтобы купить себе x5m как все а в действительности таких людей раз два и обчелся посмотрите вот на это вот этот автомобиль который вы сейчас видите да он же уникальный давай еще какой на дороге у каждой день не встретишь до сто процентов нет и что вы думаете его покупает никто его не покупает продажи просто смехотворно прощаясь с этим замечательным автомобилем хочется огромное сказать спасибо вот этим ребятам которые нам дали эту машину потому что мы ее не могли найти у владельцев не получалось потому что с владельцами ауди всегда вот такая херня кто владельцев автомобилей ауди rs6 rs7 какие-то желабые вот с владельцами бмв и мерседесов всегда было все проще поэтому этим ребятам огромное спасибо они занимаются арендой тачек поэтому именно эту тачку вы можете у них взять в аренду и покататься что я хочу сказать еще про машину не зажгла она огонь в моем сердце не зажгла бывают такие машины они как мимолетный аромат какой-то средней сладости от женщины которая только что вышла из лифта в которую вы заходите вот она ауди rs8 вот такая будет ли этих машин много на наших дорогах ближайший год точно потому что ближайший год вообще машин не будет нигде у порши например нельзя вообще ничего толком купить у бмв вроде как бы еще что то как то есть непонятно куда катится этот мир этот мир катится только к деньгам везде куда бы мы с вами не сунулись везде этот маркетинг и просчет 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 как бы с нас побольше заработать бабла и поменьше нам за это дать такой мир не побоюсь этого слова мы с вами построили мы человечество интересно когда мне будет очень много и я буду дедушкой я буду сидеть смотреть на эти тесты которые я сейчас записывал и возможно даже именно этот тест смотреть а машины уже будут я не знаю там заряжаться 15 минут лететь лететь или ехать пять десять тысяч километров и скорости будут ограничены только исключительно законами в той или иной стране или регион я буду смотреть на себя сейчас на такого молодого и красивого говорить быстро сука же жизнь пролетела как щелчок пальцев и заплачу и заплачу